Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop это один из лучших магазинов для приобретения любой принадлежности для тренировок. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу три упражнения на грудь. Эти упражнения, опять же, не просто рандомные какие-то упражнения, такие взятые откуда-то непонятно. Все эти три упражнения, они будут сопутствовать тому, что ваша грудь будет прокачиваться полностью. Как вы уже поняли, это упражнения будут в домашних условиях и обязательно нужно делать их все, чтобы у вас прокачивались три части грудного отдела. Если вы вдруг не знали, что грудь разделяется на три участка, то у нас есть верхний участок груди, есть средний участок груди и есть нижний участок груди. Если простыми словами, то верхняя, средняя, нижняя грудь. И все они обязательно должны прокачиваться, потому что это будет симметрия. А если вы не будете их качать, то это будет асимметрия. Многие люди обычно делают жим лежа и отжимания от пола, но знаете что? Если вы хотите, чтобы у вас грудь была симметричнее, то вам нужно не только эти упражнения делать, потому что эти упражнения прокачивают в основном нижнюю часть груди. Итак, начинаем с первого упражнения. Это упражнение, которое поможет нарастить ваш объем груди. Это, конечно, небольшой вес будет, но все же вы сможете накачать грудь, в отличие от обычных отжиманий. Это упражнение называется отжимания от стула с дополнительным весом. В чем прикол этого упражнения? Прикол этого упражнения в том, что амплитуда движения ваших мышц будет больше. То есть мышцы растягиваются будут больше, и, естественно, это будет давать больше эффекта. Чем сильнее мы растягиваем мышцы, тем сильнее рвутся наши мышечные волокна, которые потом срастаются и нарастают мышцы. И это значит, что если вы хотите сделать вашу грудь объемной, то вам нужно работать с дополнительным и довольно большим весом. У меня в портфеле сейчас 15 килограмм. Очень важно делать это упражнение на полную амплитуду. То есть вы опускаетесь на максималку просто вниз и на максималку выжимаете себя вверх. И еще при этом в верхней фазе вы должны немножко зафиксироваться и напрячь свою грудь сами, то есть самостоятельно. Вы должны делать таких где-то 4 подхода по 10-12 повторений. И, естественно, нужно сказать, что это упражнение будет прокачивать в основном нижнюю часть груди. Следующее упражнение будет прокачивать верхнюю часть груди. И оно называется отжимание от пола с возвышенности. Что это значит? Это значит, что ваши руки стоят на полу, а ноги у вас на какой-то возвышенности. Либо это стул, либо диван, либо стол, либо вообще что хотите, короче. Поставили ноги на возвышенность, руки на пол широким хватом. Опять же, если вы хотите нарастить объем ваших вот этих верхних грудных мышц, то вы должны работать с весом. Опять же, я беру 15 килограмм и буду отжиматься с 15 килограммами. В нижней фазе вы должны практически касаться подбородком асфальта, либо земли, либо пола. Не знаю, смотря где вы сделаете, да. И в верхней фазе вы должны на полную выпрямлять свои руки. Делаем подконтрольно, стараемся прочувствовать свою верхнюю грудь. Делаем очень медленно довольно-таки, да. То есть вы не должны просто вот так наяривать, лишь бы сделать большее количество повторений. Вам нужно делать обдуманно и чувствовать свою мышцу. Здесь делаем, опять же, 4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение у нас будет прокачивать средний отдел груди. Это упражнение называется отжимания в стиле лучник. На самом деле, это упражнение отлично задействует в основном среднюю часть груди, и, естественно, прокачивает нижнюю тоже. Это упражнение заключается в том, что вы должны переносить весь свой вес на одну сторону. То есть, когда вы на правую руку переходите, да, вы должны практически грудью касаться вашей ладони. Ну, возможно, не касаться, но где-то 3 сантиметра от пола должно все-таки быть. То есть максимально низко опускаетесь, потом максимально вверх возвращаетесь, да. То есть выпрямляете свое тело и снова уже на левую руку идете, и также 3 сантиметра, может, 4 сантиметра от пола. Опять же, если можете с весом делать, то делайте это упражнение с весом, так как это упражнение сложное, и можно его без веса делать, если вам сложно. Вот, друзья, так что делаем подконтрольно опять, стараемся прочувствовать нашу мышцу, не просто так надрачиваем, да, а стараемся прочувствовать именно вот эту мышечные волокна свои. И делаем довольно медленно, не нужно просто очень быстро делать, лишь бы просто набить вам какие-то там 12-15 повторений. Нужно все чувствовать и делать все очень-очень продуманно. В этом упражнении мы делаем где-то 4 подхода, опять же, по 6-8 повторений на каждую сторону. То есть получается в общей сумме где-то 16 повторений. Я надеюсь, вы что-то подчеркнули нового из этого видео, потому что довольно интересная информация, довольно прикольное упражнение. Если вы не знали, то поставьте лайк, если знали, тоже поставьте лайк, поддержите меня и покажите это видео своим друзьям. Чем больше, тем лучше. И обязательно подпишитесь на канал, потому что я бы хотел до конца года набрать 200 тысяч подписчиков. Не знаю, это, конечно, возможно, невыполнимо, но мы будем верить, что наберем. Если вы мне поможете, то мы точно наберем. И вам стоит просто пригласить там по 5-10 человек своих друзей, и стопудово будет 200 тысяч. Подпишитесь на канал, друзья, обязательно. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok